Люди, которые слышат сердцем. Со дня основания Казахского общества глухих прошло 80 лет. Для детей и взрослых с нарушениями слуха это важная дата, поскольку организация помогла им адаптироваться в обществе. Анна Житская побывала на торжестве. Казахскому обществу глухих исполнилось 80 лет. Оно было основано в 1937 году. Людям с нарушениями слуха бывает сложно найти свое место в обществе. Такое объединение помогает слабослышащим и глухим получить образование, устроиться на работу. Люди с нарушениями слуха могут выучиться профессии швеи или повара, пройти курсы компьютерной грамотности. С детства они развивают свои таланты. В честь праздника ученики школы-интерната для детей с нарушениями слуха подготовили большой концерт. Они стараются, они волнуются все, мы тоже за них волнуемся. Мы хотим просто, чтобы на нас обратили внимание, что знали, что есть такие, что наши детки очень талантливые. Слабослышащие и глухие дети находят свое призвание в спорте или творчестве. Они создают поделки, которые можно назвать настоящими произведениями искусства. Музыканты и танцоры не раз доказали свое мастерство и профессионализм на большой сцене. Праздничный вечер открывает ансамбль «Сенситив» – многократный призер и победитель международных конкурсов и фестивалей. Эти дети могут не только танцевать. Жестовые песни – неотъемлемая часть таких концертов. Гульнур Кикбаева руками передает то, что другие не могут услышать. Я учусь в школе для детей с нарушением слуха. Все наши ребята, члены казахского общества глухих, мы ждали этот праздник, репетировали, готовили концерт. В областном филиале казахского общества глухих около 900 членов. Половина из них живет в Петропавловске. С 2007 года 20 человек смогли получить высшее образование. Анна Житская, Казбек Ирыкбаев, Новости МТРК.